доброе утро сегодня завтрак у детей гренки сказали здесь нашла в морозилке 2 ножки от индейки вот сейчас варю для супчика о себе уже сделала кашу с бананом овсянка с бананом буду сейчас завтракать гриша уже собрался на карате тренировка сегодня в 9 так что пока завтракаем пока у нас только 8 10 поэтому еще есть время я еду уже домой гриша пошел с родионом погулять до родиона вроде был у нас в гостях теперь греша на очередь заехала купила яблок и сейчас еду домой будем варить суп с вермишелью сегодня прям подмерзли 7 градусов еще и ветер прям очень холодно хочу сказать что в нашей школе в 31 такой хамоватый охранник я в шоке вообще не знаю расскажите как ваших школах можно ли велосипеды ставить потому что у нас прям нельзя ставить велосипеды на территории школы я кататься ладно но ставить оставляйте их за забором прям так хамски отвечает ученикам честно вот не значит родня поехала прям к директору потому что на каком основании вообще какие-то законы или что покажет постановление почему так и кто не за них тогда несет ответственность за велики никто просто за забором и прям так хамски отвечает что вы вообще бестолковые детям вы типа ничего не понимаете что ли прям ситуация вообще я в шоке напишите как ваших школах точно также нельзя на велосипедах чем этот охранник не просто хамски отвечает причем сразу не так что вот я тебе рассказал по хорошему а на следующий раз я тебя на хамлю он хамит с первого раза и взрослым достиг родителям и детям я не знаю мне кажется что тогда требовать от детей если вот в школе даже взрослые так разговаривают я уже дома купила кофе вот такой по скидке сахар папа вчера купил в пятерочке пятерочке еще вот такое молоко 70 рублей там 69 яблоки купила немножко это уже не в пятерочке и вот еще в весенние купила салфетки и пряники вот такие какие-то малюсенькие малюсенькие мне кажется классные будут до молоко 5 гуша пока что такие вот классные пряники но я не знаю не надо без начинки но они очень маленькие прикольные и овсяное печенье с шоколадом сейчас быстренький супчик на обед с индейкой вот уже бульон процедила в суп вот такой вот добавлю вермишель q и хочу сделать паутинку из яйца что-то уже давно не было такого супчика вот суп почти готов осталось сюда добавить только яйцо и зелень здесь уже вермишель к где-то плавает кусочки мяса я одну ножку сюда отобрала мясо от костей и одну ножку еще для салата сегодня будет салат на ужин так что ждем сейчас лапшичка сварится я пока скажу за петрушкой пока дождь не начался все осталось добавить только петрушку и чесночок суп с этой паутинка яичный готов тоже вот здесь да кто и вопросительный знак мы с натоши делаем здание сколько теле листиков дали 3 еще есть давай ну хорошо ну сегодня тут это доделаем сейчас и все нету ну в смысле вот это что ты сейчас начал красивый ребятки и напишите в комментариях так если что если некрасивый а явно исправляться да вопросительный знак сейчас улыбочку сделаю нет вопросительный это восклицательный давай я его исправлю ну как двойка такой вот так и . да красивая 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 кто нет какая какая красивая ну вопросы нужно задавать какая пиши какая 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 я я я я вопросительный знак дорогие да какая красивая какая Я такая счастливая, успела помыть пол до того, как Антоху вести на танцы. Сегодня танцы раньше, в 16.30, так что сейчас ему уже все нагладил. Мы собираемся ехать. Такое счастье заставить себе вымыть пол. Учитывая, что швабра у нас такая клевая. Это спиннер, который не нужно руками тряпку отмывать. Ну, то есть бесконтактная, это круто. Сумка, наверное, штамм у нас в гардеробной. Доволен? Ты доволен, что ты на танцы? Нет? А что ты еще хочешь? Чипсы. Лепицу. Мама, мы сегодня заказываем. Нет, я думаю, наверное, нужно испечь уже самим. Пора бы ты самим испечь, да? Нет? Так быстрее. Ребята, гляньте, что у нас тут делают. Будет освещение по трассе. Ставят вот столбы. Смотрите, тут прям по всей округе будет освещение. Сейчас заеду еще в пятерочку. И посмотрим на столбы дальше. Все, еду за Гришкой. Антоху отвезла. Антохе, получается, около шести. Закончится занятие. Сейчас за Григорием. Тут тоже так хорошо на улице. В смысле того, что машины только местные. Знаете, дорога не асфальтирована. Сильно не разгонишься. А вот этот вот молодой человек доедает уже вторую тарелку супа. А что он так? А там третью еще. Еще третью? А расскажи, что сегодня случилось в детском саду? Плохо вел. Плохо вел? Папа поругал? Потому что как нужно вести себя? Как? Надо слышать, да? Что тебе говорят? Ты не слышал? Я слышал. Слышал? А почему тогда так себя вел? А чай сюда нередко заботил. Не знаю. Папа, наверное. Наверное. Еще где мои дети? Где мои дети? Где мой ребенок? В твоей комнате. В твоей комнате все? Гриша... Боже, Григорий, что тут происходит? Это как бздец. Как бздец? Как у них плохо ферма выбегает. Почему? Арена. Потому что что? Потому что я забываю улыблять все время. Ля, водку еще, водку еще. Две мусорки. И они еще и сюда выползли. Ты же, конечно, их на свет сюда. Нет, они вообще-то наоборот света должны избегать. Ну вот, да? Ты думаешь, что... Ну так ты здесь тогда закрой. Ты как они... Куда они тебе? У тебя везде свет. В общем, Гриша убирается у муравьев. Где эта пчела? Пчелу Гриша убрала. Я убрала уже сюда ее. Ну теперь подожди, сейчас они в темноту. И не надо было это... Бросать эту пчелу, да? Не только... Ну вообще, все, что... Ну везде, где есть сахар. Угу. Нет, ну можно, но не надо разживать. Да. Надо бабушке попросить, чтобы дала... Я ей дам пробирочку, чтобы она отсыпать семян. Пробирочка вон у Афоне. Дай бирочку. Набор семян. Угу. Укроп, петрушка. Положи. Это мусор? Да. Там плесень уже даже появляется. Ну понятно, ты же его закрыл. Это с какого раза он? Да раз четвертый. Ну короче, он здесь уже года два лежит. В одном месте. Ну года два он не может лежать. Ну давай убирай, Григорий. Или накрой тогда их, подожди пока. Так, смотрю Лену Ильичеву по поводу похудения. Сейчас покажу пряники. У меня сегодня прям царство человеков... Ой, черепашка-ниндзя. Так, вот-вот-вот черепашки-ниндзя. И вот черепашки-ниндзя. Зеленого цвета не хватило, не стала замешивать. Завтра буду делать бамблби и доделаю зеленых черепашек. По-моему, клевые, да? Слушайте, какая прикольная штука YouTube. Я сегодня включила YouTube, потому что пряники начала делать, наверное, часов 5-36, в 6, как уже всех покормила. И сначала думала телик себе для фона включить, но это жесть вообще. Там вечные какие-то разборки из серии детекторов лжи, какие-то там проверки, либо вообще там вот эта вот политическая обстановка, типа там 60 минут, 50 минут, там первой своей передачи. Не помню, как называется. Ну, в общем, из такой политической штуки, которая мне не очень интересна и которая каждый раз одно и то же, мне кажется, вообще, сколько уже можно. В общем, я включила YouTube. Прям много всяких разных каналов. Забыла про мамочку Лео. Включила ее канал. Потом про Лену Ильичева. Тоже ее включила. Вот там так интересно. Кто-то худеет, кто-то развелся, кто-то там еще. В общем, сто лет не смотрела YouTube. YouTube очень часто смотрела, когда кормила Афоню на планшете. Прям кормила я лежа. И мы с ним легли, он засыпает такой. Всем было хорошо. Мне было хорошо с планшетом и с YouTube. И Афоню было круто. Я его, блин, кормлю и всем хорошо. Вот, с тех времен я эти смотрела. И сейчас вот смотрю то, что Лена Ильичева собралась охудеть, ПП тут, все дела. Может, мне тоже собраться худеть. Расскажите вообще ваше мнение. Вы худеете к лету? Как вообще проходят все эти дела у вас? Что-то не едите, что-то заменяете, какие-то продукты? Или вообще не паритесь по этому поводу? Потому что мой вес сейчас, первая цифра 7, меня она бесит. Я не хочу первую цифру 7. Вот, и вообще я 10 килограмм набрала с первых родов. Я с Гришкой становилась на учет, была 58 килограмм. Но это тоже чересчур. У меня вот эти кости очень сильно выпирали, прям очень сильно. Старые фотки, если посмотреть, ты вообще дохляк. Блин, я реально, я весила в каком-то там классе. Ну, вот уже в старших у меня был вес там 48. Это вот я уже как бы была толстенькая, 58 килограмм. И, блин, я уже зеваю, хочу спать. И, то есть я была 58 килограмм. Знаете, у всех и рост разный, и кости, да, все равно у всех свои. Ну, вот я для своих 58 была прям скелетом. Вот здесь вот кости торчали. Я так не хочу, но первая цифра 7, которая появилась на моих весах, она мне не нравится. Я тоже хотела бы первую цифру 6. Но вот пока я к ней стремлюсь. Не знаю, что из этого выйдет, но мне хочется. Так, все, пошла отдыхать. 11 часов уже. Завтра, а еще пряники. И уже Пасха, и уже пасхальные заказы есть, поэтому буду их делать. Почему-то они такие красивые, состаренные, все, как я люблю. У нас просто немногие их заказывают, но я обожаю эту старину, эту потертость, и вообще это супер. Все, всем до завтра. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok